Имея абсолютное знание правил дорожного движения, не всякий водитель сможет похвастаться комфортным вождением для себя и окружающих. А для того, чтобы не чувствовать себя белой вороной на дороге, стоит знать и негласные правила культурных водителей. Что же это такое? Попробуем разобраться. В ПДД оно прописано законодательственно. Негласные вот эти знаки сигнала – это то, что сами водители, можно сказать, придумали годами. Еще идет, наверное, с тех пор, когда появились первые автомобили, начали какие-то подавать жесты, потому что во время движения не всегда можно расслышать человека, например, двигатель работает очень громко, плюс большие скорости. Контролировать ситуацию на дороге помогут несколько видов сигналов. Так, обратить внимание на критическую ситуацию помогут звуковые предупреждения. А поблагодарить водителя, возможно, светом фар или жестом рук. Звуковой сигнал в городе используют запрещено. Его используют в основном только для предотвращения ДТП. Но иногда, как бы, многие водители тоже сигналят, чтобы привести к себе как-то внимание, совместно с дальним светом фар либо могут просто отдельно. Но использовать его все равно запрещено. Чаще показывают жесты, но это только на близком расстоянии хорошо видно. Имея представление о негласных правилах, не менее важно уметь использовать их на практике. Внимание и сосредоточенность помогут не только вам, но и другим водителям. А понимание окружающих помогут вовремя сделать нужный маневр. По поводу негласных правил, очень много всяких есть нюансов. Например, если ты едешь в ночное время суток, и тебя слепит водитель, который едет тебе навстречу, то ты можешь ему поморгать спокойно дальним светом сам, чтобы он переключился с дальнего на ближний свет. Но многие этим правилом пользуются, потому что это правда удобно. Особенно ночью очень сильно слепят. Случаются ситуации, когда видимость на дороге плохая, пасмурная погода усугубляет ситуацию. Для этого находчивые водители придумали ряд правил, которые помогут и в неординарных ситуациях. Когда ты в пасмурный день едешь, и перед тобой еще едет фура с прицепом, то тут уже сложно угадать, есть встречное какое-то движение для того, чтобы ты сделал какой-то маневр, опережение, обгон, либо же нет. И, ну, встает нюанс. Ты там едешь 60 км в час за фурой, а тебе положено там 90. И ты думаешь, рисковать ли пытаться как-то обгонять фуру, мало ли там будет встречное движение. Для этого водители фур, так как у них обзора гораздо больше, чем у тебя, могут подавать такой сигнал поворотниками. Но не стоит забывать и об анализе происходящего. Если есть внимание, то выработаются и навыки. Ну и самые простые вещи порой могут оказаться не такими очевидными. Если эти сигналы использовать на трассе, опять же, можно попасть в неприятную ситуацию. Например, есть такая еще помощь большегрузов. Это обычно вот эти большие автомобили, это фуры, которые двигаются по дорогам. Например, включение правого поворота. Многие водители воспринимают это так, что впереди никого нет, путь свободен, можно ехать. Увидев такой сигнал поворота, вам все равно нужно убедиться в безопасности вашего проезда. Настоящий мастер – это вечный ученик. Улучшение наук в вождении и постоянная практика – прямая дорога к совершенству. А комбинирование ПДД и знание негласного этикета помогут показать свое уважение к другим участникам дорожного движения. Никита Реут, Илья Наскевич, Новое утро.